Сегодня 75 лет со дня великой победы над Германией. Мне вчера исполнилось 85 лет, и я помню о войне очень хорошо, ни по рассказам, ни по кино, ни по книгам. У меня есть свои личные впечатления о первом дне победы 9 мая 1945 года. «Ясное солнечное утро. Мы с братом еще спим. Мама, растворив окошко в другой комнате, поставила на подоконник радиоприемник, который сохранила за время войны. Это радиоприемник в виде большой тарелки черной с подставкой. Ни у кого такого на нашей улице не было, поэтому у нашего окна собралось очень много народу, в основном женщины и дети. Мама разбудила нас. Мы вышли на крылечко с братом, смотрим столько народу. И все ждут. Зашипело радио. Слышим шипение, ждем. И вдруг четкий голос. Я думаю теперь, что это был радиодиктор Левитан. Тогда еще я не думала об этом. Но он четко произнес. Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Это я запомнила. И вдруг четкий голос произносит. Великая Отечественная война закончилась победоносно. Все закричали «Ура!», все заплакали, засмеялись. Мальчишки визжали, толкались, прыгали, кричали «Ура!». Помню дальше что-то говорили о взятии Германии, о мире, о Рейстаге. Но я, конечно, все это не запомнила четко, потому что многого не понимала. И мы, дослушав до конца передачу, с мальчишки и девчонки пошли на речку. Женщины еще много стояли возле нашего дома и обменивались мнениями. У кого кто погиб, у кого ожидания будут теперь приятные, что кто-то вернется домой живым. Многие плакали. Мы пошли все на речку. Мальчишки стали купаться, хотя вода еще была не очень теплой. Девчонки, мы бродили по берегу, рвали цветы, которые мы называли почему-то петушки. И разные там водяные лилии, кувшинки желтые. Когда мы нарвали цветов, Лида, я и Надя пошли в центр. Наш дом был в центре села. И мы пошли туда, к трибуне, где всегда проводились всякие праздничства. Залезли на трибуну, потом положили цветы на братские могилы. Я видела, когда хоронили в эти братские могилы солдат, которые погибли при освобождении нашего села. Одна женщина, которая, я помню, работала пожилаем на то время, мне казалось, она работала в райкоме комсомола, который был рядом с нашим домом почти. Она спросила, кто вас заставил положить цветы? Мы сказали, никто. Залезли на трибуну, сели на поручни трибуны и болтали ногами, смеялись, радовались, ждали, что наши отцы вернутся. У Лиды отец был на фронте еще, а мой отец был в госпитале. А Надин отец погиб. Потом мы пошли тоже еще раз на речку и потом с мальчишками играли в войнушку, как мы тогда называли. Так прошел мой первый день победы 9 мая 1945 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова